СБОРНАЯ РОССИЯ Ну и, конечно, какое же путешествие по Татарстану, по Казани без традиционного татарского головного убора тюбетейки. Как видите, у меня такая вот прекрасная красная мужская, где орнамент по кругу вот так вот выведен, а есть женские, где орнамент только спереди. Хотел взять себе вот эту классную красную бордовую, но, к сожалению, она не налезает мне на голову. Ну и первая остановка на нашем маршруте – это Казанский Кремль. Он находится под охраной ЮНЕСКО. На фоне прекрасной мечети Кул Шариф мы сейчас находимся. Именно здесь начиналась тысячелетняя история Казани. Это легендарная нулевка. Да? Можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее, что такое фан-клуб нулевка? Ну, это движение, когда организовалось из ребят, которые впервые познакомились на чемпионате мира в Бразилии. Вот некоторые из них здесь есть. Дальше уже списывались, стыковались. Вот на чемпионате во Франции будут за сборной. Зашли в очень колоритное кафе. Называется «Кафе у Кремля». Смотрите, вот эти расписные стены. Здесь, здесь. Доказали 6 чпочмаков, 2 в подарок. 4 сейчас сами съедим. Мы встретились с вторым популярностью блогером Казани после Слуцкого. А, Денисом Саламановым. Расскажи, пожалуйста, ты кого-то еще дадёшься, хотел ставить? Я-то думаю, кто первый. Теперь все стало на свои места. Выглядит очень вкусно. Сейчас будем пробовать и обязательно расскажем, лучше ли это эчпочмаки в Казани. Я уже попробовал с десяток штук. Тесто не похоже на классический эчпочмак, как я пробовал. Оно здесь более мягкое такое, тянущиеся. И специи. Специи больше, как будто. Но так очень вкусно. В целом, да. Пока в тройку точно входит лучших эчпочмаков Казани. Валера, Валера, я буду нежной и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый. И с нами Дарья Карпина, жена нашего главного тренера сборной России по футболу. Даша, скажи, пожалуйста, кажется, что Валерий Георгиевич не очень любит эту песню. Это правда? Да нет, не сказала бы. Нет? Нормально относится? Нормально. Индифферентно. У вас с Валерием Георгиевичем коммуникация идет только до сборов. И матча, до сборов и после сборов. Вот в этот период вы как-то обмениваетесь чем-то? Мыслями, переписками вообще какие-то есть? Конечно. Но мы созваниваемся, переписываемся. Конечно. Но это все на семейные, скажем так, темы, потому что он все-таки отрывается от семьи надолго про детей, про нас, самочувствие и так далее. Мы не обсуждаем никакие спортивные, футбольные дела. Ну, как бы я и не интересуюсь, но и к тому же, как бы из-за того, что он очень загружен, перегружен, у него не хватает времени на частые, скажем так, звонки. Поэтому не тратим время. Давай, мужик, решай. Я бы предложил какую-нибудь энергичную, там, Can't Stop, например. Can't Stop? Отлично. Can't Stop, take it to the champagne. Да-да-да, почему они же могут выйти под эту песню? Отлично, давай. Вот такой драйвовой песней гитаристы, музыканты из Казани зарядили бы сборную Россией на сегодняшний матч. Привет, слушай, очень круто катаешься. Скажи, пожалуйста, вот про скейтборд, наверное, знаешь все. А про футбол вообще слышал что-нибудь? Да, конечно. Наверное, пол жизни своей проиграл я футбол. И благодаря этому я научусь кататься на скейтборде даже. Несколько часов до матча остается. Чего бы ты пожелал сейчас нашим парням перед матчем? Что бы им сказал? В первую очередь, наверное, не волноваться, верить в себя. И верить в то, что все это не зря. И что они дарят не только зрелище людям, но и, наверное, надежду. Надежду светлое какое-то будущее. Еще одна достопримечательность Казани на этот раз футбольная. Это изображение Лео Месси и Луки Модрича на стенах фасада дома. Если с Лео Великий мы уже точно не сыграем в этом году, то против Луки наши парни сыграют в ноябре. Возможно, главном матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Словом, мы все больны футболом. Мы все больны футболом. И за футболы умрем. Действительно больны футболом в Казани или нет? Ну, есть народ, который болеет там. Естественно, и за Рубин, за Спартак есть, за ЦСКА, например. А за сборную болеют? За сборную есть, которые болеют. А ты знаешь, что сегодня матч? Да, знаю. Сегодня Россия и Словакия играют. Как бы ты зарядил сейчас наших парней? Эмоционально не умею. Могу только словами поддержать. Мужики, на вас сегодня вся страна будет смотреть практически. Давайте все за вас болеем. Держим кулачки. Вперед, Россия. Как сегодня сыграем? Выиграем со счетом 2-0. Не кажется, что мы немного обескровлены? Нет, нет, нет. Мы никогда не можем быть обескровлены. Хорошо, 2-0 выиграем. 30% всего на трибунах. Как будем компенсировать недостачу 70? Ну, будем кричать в три раза, в семь раз сильнее. Мы даже заморачиваемся логотипами такими, да? То есть, чем больше людей это будут видеть, да? Когда ты не просто за деньги, а даже так раздаешь, то есть, люди верят в добро, они добрее. То есть, мы своим движением, я думаю, все равно мы победим. Россия лучше. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Выиграем? Обязательно. Давайте, мужики, удачи. Друзья, ну вот мы с вами и на Казань-арене, где совсем скоро команды выйдут на поле и решат, кто же из них лучше. А перед этим мы расскажем вам о масштабной матч-дей программе от РФС, а также о том, как болельщики готовятся к матчу на стадионе. Погнали! Мы верим в парней, только победа! Мы будем участвовать на чемпионате мира 22! Сейчас мы пришли в фото-зону нашего партнера «Мир» и выбираем из нескольких вариантов, с кем сделать фотографию. С главным тренером, с пятью футболистами или с одним. Я выбрал максимально пять. Короче, на случай полезную информацию, что в момент, в момент, не только перестановки, автор, в сессии, на фото-сессию. Скажи, пожалуйста, как тебе атмосфера сейчас на стадионе, у стадиона? Слушай, по-моему, супер. Мне нравится, когда перед матчем сборной ты чувствуешь, что праздник какой-то происходит. Потому что раньше было не так. Лет пять-семь назад, когда я ходил на сборную, просто ты приходишь, идешь на арену. Сейчас я приехал за два часа до матча, и мне реально есть чем заняться. Мне будет успеть все сделать перед матчем, еще посмотреть разминку, и я вот уже на стадион хочу идти. Итак, нужно зеркало. Нет, ничего не вижу, ничего. Это яблонька или серденька? Ладно, я буду считать, что это сердечко. Дима, вот ты бегаешь, бегаешь, спрашиваешь всех про дзюбу. Давай. Тебе кажется, что уже тема остыла, уже надо отпустить ее, и узнать у болельщиков вообще, нравится ли на стадионе? Нет, понимаешь, мы же живем, мы в эпоху смыслов, нам нужны смыслы. Нам нужно понимать, кто сейчас готов жертвовать собой, чтобы ехать, возможно, не самую сильную сборную, для того, чтобы даже рискнув своей репутацией, вдруг что-то не получится, но все равно отпахать так, чтобы выложиться там по полной, последней силе отдать, учитывая сложную ситуацию. Ну, я такая себе. Ну, в целом, мне кажется, для первого раза после долгого перерыва у меня получилась довольно неплохая история. Давай покажем. Вот такая вот история у меня получилась в зоне, в интерактивной зоне наших партнеров сети магазинов «Магнит». Друзья, сейчас мы находимся на стенде почты России наших партнеров, и я планирую отправить вот такую вот замечательную открытку своему любимому дяде в город Садко, Челябинская область. Все? Да, можете. Все, прекрасно, спасибо большое. Вот так это все замечательно и происходит. Мужу пришла идея сделать матчевую маску «Венгрия-Россия», да, на матче? И как бы эта маска попала в трансляцию. Поскольку сборной болельщиков, болельщиков сборной Венгрии не было, сняли как бы его маску, и нам понравилось это ему теперь. И теперь мы эту. Кто у вас отвечает за креатив в паре? Муж, конечно. Масло! Гом! Вообще, что это за зона и для чего она нужна? Мы здесь сегодня играем в эко-футбол. У нас много разных видов экологического спорта. И здесь смысл в том, что вы не просто проверяете свою меткость на футбольном поле, но еще и демонстрируете свою экологическую грамотность или приобретаете экологическую грамотность. Потому что каждый день мы сталкиваемся с тем, что производим большое количество отходов, и их нужно правильно утилизировать, разделять. Наш классический отход. Пластиковая бутылка. Один из самых ценных видов отходов в настоящий момент, потому что пластик можно переработать, дать ему тысячу жизней раз за разом. Куда ты больше выбрасываешь пластиковую бутылку? В торсове. В торсове. Я думаю, стоит видеть выше, в девятку. А? В девятку. Если будешь в девятку, это будет три очка. Ого! Пять очков. В принципе, ты заработал кружку. Денис, скажи, пожалуйста, Казань больше хоккейный город или футбольный? Ну, здесь решать я уже болельщикам, тем жителям, кто переживает за спорт, вообще любит спорт. Наверное, не возьмусь я за это, так как и на футбол очень много зрителей приходит, и на хоккей. То есть мы все стараемся такой спортивной семьей футбольно-хоккейной радовать их своими победами и красивой, хорошей игрой, динамичной. Стоит ли футболисту, точнее тренеру заглядывать футболисту в паспорт, смотреть на его возраст, когда он его вызывает? Ну, если человек, извиняюсь, если игрок еще играет в чемпионате и показывает хорошие результаты, как бы, почему, зачем смотреть в паспорт? Он должен выходить, он выходит на поле и приносит пользу. Я думаю, дело не в паспорте здесь, дело в мастерстве и в опыте. Я думаю, что очень надеюсь на 1-0 в нашу пользу. Я вообще считаю, что игра будет вот такая, что если мы один забьем... Больше не завая, больше не завая. ...что мы будем, что мы будем удерживать этот счет. Как тебе атмосфера на матче? Не кажется, что она здесь поживее, чем на московских? Слушай, я вообще обожаю Казань, и я постоянно гадался по городам, когда я в сборной играл, там, в Саранске, в Нижнем, где угодно. В регионах всегда круче, потому что, ну, для этого города это реально праздник. Вот такой оригинальный баннер. Наши бы перевели его, как «11 друзей». Карпина подготовила болельщицкое братье. Там было сказано, что они получают очень много удовольствия, они веселятся от этого, и это всего лишь футбол. Что ж, друзья, это не только футбол, это жизнь для многих из нас, и мы верим в победу сегодня нашей команды. Начинаем! Россия! 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 Ты классная. Не страшно ходить на фанатку? Нет, не страшно вообще. Тут такая атмосфера, такие эмоции. А давно ходишь? Я на матч сборной, это первый раз мой. Это твой первый матч сборной. Поздравляю с дебютом, с дебютом. Надеюсь, он окажется успешным. Пожалуйста, мальчики, сделайте наш день очень хорошим. Пожалуйста, принесите нам победу сегодня. Мы за вас очень болеем и очень верим в вас. Как тебе гол понравился? Да, автогол. Автогол. Слушай, а ты шаришь, да? Вообще, ты футболист? Я на тренировку футбольную хожу. На тренировки футбольную ходишь? Слушай, ну красавчик. И как тебе автогол? Нормальный. Нормальный? Рабочий такой? Да. Молодцы, пацаны, просто сделали весь наш вечер сделали. Надо еще разочек. Как первый тайм? Понравилась ли игра наших? Или с моей точки зрения мы должны проигрывать были где-то 3-1? Очень тревожно, я просто скажу. Словакия атакует много, остро и опасно. Поэтому на самом деле очень тревожно. И я не думаю, что нужно это объяснять. Там словом повезло, не повезло. Но, в общем, так играть во втором тайме нельзя. Надо что-то менять. Я думаю, что сейчас об этом в раздевалке речи идет. Это эфир, это связь с Шаболовкой, с телецентром. Здесь написано «Останки», но мы на Шаболовке. Это с ПТС, который здесь сидит. Ну и это громкость. Интершум, эфир, интершум и редактор. То есть это то, что в наушниках. Ну что ж, друзья, вот и все. Это конь не играл. Опиши эту игру тремя словами, чтобы тебя не мучить. Три очка, победа. Все. Этого достаточно, а? Я, ну как бы, сейчас пока не вижу. И времени, наверное, нету, чтобы мы увидели команду Карпина. Вот. Я, в принципе, с ним работал. Я знаю его задумки. И пока их хватает нам на 10-15 минут. Как и в том месте. Спела сториз. Сборная репостнула, и мы выиграли 1-0. Как мы будем терпеть, продолжать? Ой, если в этом дело, я готова петь вообще не замолкая. Как тебе вообще игра в целом? Очень волнительно. Но сейчас уже не важно. Три очка. Россия, Словакия. 1-0. Не самая простая встреча для наших парней, но три очка есть три очка. Зато мы получили невероятную атмосферу на трибунах и вокруг матча. Следующая домашняя встреча пройдет в Санкт-Петербурге против Кипра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин